всем привет с вами феникс и это стратегии.ru и видео да сегодня мы поиграем специально для обзора в режим the tower of annanar игры one thousand and one spikes собственно специально для обзора мы это и будем делать да тут много очень героев я уже успел открыть мы поиграем за товарища солдата эйбана это главный герой игры просто один из костюмов есть и другие костюмы есть и другие герои все они открываются постепенно не сразу костюм солдата в принципе оказался очень интересным он дает много интересных возможностей одна из них вот так вот убивать ежиков из автомата другая цепляться за края уступов прочие герои этого делать не умеют их нет автоматов и они по большей части кидаются кунти ерундой машут мечами или еще что делать о господи не подобрал деньги здесь это приравнивается к страшному греху потому что деньги здесь нужны без них не откроешь различные игровые вещи которые собственно появились по моему только в этой версии и версии 3ds именно и view если я не ошибаюсь поскольку с пока версии мне ознакомиться не удалось но там вроде был только классический режим для прохождения здесь же много всего интересного открывается лавка открываются два режима и они по настоящему здоровски и что самое удивительное они гораздо проще чем режима основной кампании вот здесь мы боремся вот с какими-то синими бабками ежками здесь мы уворачиваемся от кинжалов но это все на фоне основной кампании просто мелочи ну и наверное только поэтому я показываю этот режим чтобы не смотрели то как я страдаю тут матерюсь и плачу умирая в основном режиме ну и мне нравится здесь конечно 8-битная музыка 8-битная графика которая отдаленно напоминает какой-то кастыльванию кстати привет вторая смерть движемся дальше так о чем это ну кастыльванию да вот как можете заметить так кастыльванию причем именно времен наверное нес во времен геймбой адвенс хотя на геймбой адвенс конечно были такие кастыльвания очень нестандартные в том плане что там уже появилась прокачка и прочее ну не будем вдаваться в подробности здесь конечно прокачки нет но вот есть сбор денег открытие героев разблокировка такого всякого интересного контента честно признаюсь я это в играх люблю но не всегда это влияет на оценку потому что иногда это сделано убого иногда это сделано для галочки здесь это сделано довольно забавно интересно просто все герои отличаются отличаются режимы ну и собственно различные способности открываем это же вернее не способности возможности тоже отличаются вот сейчас приглядитесь видите деньги правом углу экрана всего 7 200 вот очень много денег уже ушло на открытие других героев собственно увидели сколько их много это называется заговориться это было близко да здесь уже все поинтереснее шипов побольше больше всяких ловушечек прочего 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 но играют называется тысяча и один шип фактически и вы наверное заметили что здесь реально много всяких ловушек шипов и прочего это по-настоящему сложная сложная игра но не в этом режиме опять же повторюсь потому что вы бы сейчас наблюдали совсем другую картину не только я продвигаюсь а то как я там 50 раз перезапускаю один же уровень попытках его хотя бы там до середины пробежать хотя здесь как видите не без казусов хотя уровень вроде пробегал уже просто для того чтобы заработать денег посмотреть вообще что это ну и так как он оказался не такой сложный пробежала его там раза со второго с третьего ну естественно заучивать тут что-то бесполезно хотя насколько я понял башни не меняются кстати я вам покажу только одну башню башен здесь две в конце каждый босс и мне кажется я уже начинаю просто раскрывать все тайны вам будет потом интересно играть в эту игру так сейчас подождем пока живут платформочки когда пролетит ножичек забавно что здесь сделано два прыжка на отдельной кнопки да что ж такое то опять заговорился и это опять заговорился хотя уже помогу посваливать на это здесь сделано два прыжка на отдельной кнопочки один прыжок такой маленький другой большой это даже в некоторой степени удобно потому что здесь такие разные моменты бывают когда нужно прыгнуть подлинше и поаккуратнее используем маленький когда высоко и далеко то соответственно большой денег много мы не заработали на каждом этаже кстати деньги даются в большем количестве чем на предыдущем то есть если сначала дается 50 там дается по стол ну и соответственно так далее синие бабки ешки не знаю кто как относится к пиксельной графики я честно говоря пиксельную графику люблю ну и наверно кто читал обзоры мои могли обратить на это внимание конечно и сочную яркую картиночку я тоже люблю ну вот как-то с детства не заладилось и вот такая вот нездоровая любовь к пиксельной графики ну это собственно дело такое графика и вещь такая ну что-то я пока тут пытался проскочить этих драконов ничего умного вам и не успел рассказать потому что момент был напряженный довольно таки да что еще хотелось бы интересного про самое круто рассказать ну вот почему-то решили вставить здесь каких-то ежиков вот этих непонятных ну зачем они нужны не ясно может было ставить каких-нибудь других там врагов как вон те синие бабки ешки но мы в каких-то ежиков тумане мочим в этой странной башне кстати тут украли принцессу вам ни о чем это не напоминает да и костюм марио конечно же здесь есть как без костюма марио в игре где украли принцесс это просто смешно кстати этот товарищ может быть из платуна какой-то кальмар мангустом и так далее вот ну немножко отошли от темы и кстати помню добежали до конца третьего этажа или может даже четвертого я помню третьего заработали 1600 монет до 4 этажа вы нижний экран не видите консоли я вижу да ну собственно здесь на этом экране увидите что четвертый этаж ну движемся дальше дальше больше кстати в конце ох это да это был такой интересный удар ножом который так трудно освоить потому что он происходит в прыжке тихонечко мы их с автомата положили кстати у этого героя очень сильная атака и автоматом догони меня кирпич все таки случился ладно все замечательно сейчас проскочим не будем отвлекаться ну давайте 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 вот наконец-то шары для боулинга так ну что ж мы немножко отвлеклись тут с этим напряженным моментом вот что то такое я хотел вам интересно рассказать и вот прям вылетел из головы я надеюсь сейчас вспомню пока меня тут ежики в тумане окружают на самом деле городской большую тайну это не первая перезапись я уже несколько раз говорил одно и то же в этом не уже мысли путаются да и когда перепроходишь один тот же момент раза там три-четыре вроде все получается вроде все хорошо но просто забываешь что сказать кстати такая ловушка она некоторые работают автоматическом режиме постоянно выкидывает ножики некоторые при приближении героя и вот в основной компании это прям становится большой проблемой тоже интересный такой момент за драконами с этими по которым пока не быстро лишь они не развернутся хотелось бы порассуждать вообще сложности игр пока дописываем это видео игра сложная да то есть как какой нибудь там я не знаю супер мид бой с его нереально сложной платиной но плохо ли это мне кажется нет потому что сложные игры частенько оказывается скажем так в тренде в игровом вспомнить тот же dark souls там bloodborne кто-то может не согласиться в комментариях что это сложные игры но большая часть игроков считает их сложными поэтому мы тоже будем считать их сложными собственно как и эту игру поскольку она реально непростая повторюсь еще раз ой 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 вот так догони меня кирпич 2 что еще хочется сказать о сложности на нинтендо интертеймент систем на нес или как многие знают ее под кодовым названием дэндик синим слоником ну и собственно клонов то было много в этой приставке не принципиально как вы будете называть и как вы узнали в детстве под каким названием там подобных сложных проектов было прям очень много такое довольно большое количество и это надо было все таки визитная карточка и вообще кстати эра таких 8 и 16 битных консолей именно вот запомнилась мне как человеку который играл с детства всякие игры тем что там было очень много сложных именно проектов которые требовали постоянного переигрывания садился и переигрывал 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 пока вот не оттачило мастерство настолько что у тебя все получалось здесь тоже самое ну и кстати вот пожалуйста босс мы добежали до вершины башни пока вы слушали мою болтовну болтовну все заговариваюсь вот такие вот кинжальчики не знаю убью его без потери жизни пару раз получалось ну сейчас что-то как-то уже не очень идет я это чувствую потому что за это время у нас было уже гораздо больше автоматных очередей в него высадить вот все пожалуйста все никакого бессмертия и прохождения не будет уже две сейчас он будет кулачками своими махать кстати сейчас он психанет станет розовым а не красным как это обычно бывает еще иногда моргать они начинают вот кстати на дынике вернее на нес кто помнит они частенько моргали различные боссы ну и собственно вот первую башенку мы преодолели это наверное все что я хотел вам показать сейчас я хочу приостановить все это дело вот ну надеюсь вам понравилось это видео с вами был феникс специально для канала стратеги мы может быть будем снимать еще подобные видео если вам понравится вот было очень приятно ждем ваших комментариев спасибо играйте в 1001 спайкс с